Давайте сперва проведем небольшую инвентаризацию. Хотел бы сориентировать вас по некоторым числам, большим и малым, так, чтобы разговор получился более предметным, чтобы стало понятнее, что во Вселенной какой размер имеет. Начнем с единицы. Вы, конечно, уже видели эту цифру раньше. Она, палочка без нулей. Если бы я записал ее в виде степени, то получилось бы сто. Справа от единицы нулей нет, поэтому один равно сто. Разумеется, десять можно записать как десять в первой степени, то есть сто один. Дойдем до тысячи, сто три. Какой префикс в метрической системе означает тысяча? Кило. В килограмме тысячи граммов, в километре тысячи метров. Добавим еще три нуля, получится миллион. Сто шесть. Миллиону соответствует приставка мега. Возможно, только до миллиона людей умели считать, когда изобретали мегафон. Наверное, они не задумывались о миллиарде, в котором еще на три нуля больше, всего сто девять. Тогда, может быть, назвали бы громкоговоритель гигафоном. Если вы обращали внимание на размеры файлов у вас в компьютере, то наверняка знаете слова мегабайт и гигабайт. В гигабайте миллиард байт. Не уверен, что вы вполне представляете себе величину миллиард. Давайте осмотримся и вспомним, что считают миллиардами. Во-первых, на Земле живет 7 миллиардов человек. Билл Гейтс, знаете такого? Когда я в последний раз уточнял его состояние, оно тянуло на 80 миллиардов долларов. Билл Гейтс, покровитель гиков. В какой-то веке гики правят миром. В истории такого еще не бывало. Но времена меняются. А сто миллиардов видели? Ну ладно, почти сто, знаете где? В Макдоналдсе. Мы обслужили более 99 миллиардов гостей. Это самое большое число, которое можно увидеть на улице. Помню, когда они включили этот счетчик. В моем детстве у них на рекламе красовалось. Мы обслужили более 8 миллиардов гостей. На табло в Макдоналдсе никогда не отображается 100 миллиардов, потому что бургер счетчик имеет всего два разряда, так что они остановились на 99 миллиардах. Потом они воззвали к Карлу Сагану и с тех пор пишут. Мы обслужили миллиарды и миллиарды. Возьмите 100 миллиардов гамбургеров и уложите их в ряд. Начинайте от Нью-Йорка и двигайтесь на запад. Как думаете, до Чикаго доберетесь? Естественно. А до Калифорнии? Несомненно. Далее на гамбургеры придется цеплять поплавки. Расчеты делаются, исходя из диаметра булочки. 10 сантиметров, Санта-гамбургер немного поменьше. Итак, считаем булочками. Выкладываем из булочек мост через океан по дуге большого круга. Так мы минуем Тихий океан, Австралию, Африку, пересечем Атлантику и вновь вернемся в город Нью-Йорк. Да, гамбургеров потребуется много, но ведь от 100 миллиардов гамбургеров что-то еще останется. Вы успеете, выложить вокруг Земли еще 215 гамбургерных колец, а гамбургеры-то все не кончаются. Итак, после 216 кругосветных гамбургерных путешествий вы берете остальные булочки и начинаете укладывать их друг на друга. Высота булочки — 5 сантиметров. Вы сделаете гамбургерную башню до Луны и еще одну от Луны до Земли, и только тогда израсходуете все 100 миллиардов гамбургеров. Вот почему коровы так боятся Макдоналдса. Для сравнения. В Галактике Млечный Путь около 300 миллиардов звезд. Макдоналдсу пора начинать космическую экспансию. Когда вам стукнет 31 год, 7 месяцев, 9 часов, 4 минуты и 20 секунд, вы как раз проживете свою миллиардную секунду. Я отметил этот возраст, от купори в бутылку шампанского. Бутылочка была небольшая. Да, не часто отмечаешь миллиард секунд. Идем дальше. Какое большое число впереди? Триллион, тысяча двенадцать. В метрической системе и для него есть префикс «тера». Досчитать до триллиона невозможно. Если хотите, попробуйте, конечно. Но если называть по числу в секунду, то у вас ушла бы на это тридцать одна тысяча лет, так что не рекомендую проделывать такой опыт даже дома. Триллион секунд назад пещерные люди, троглодиты, начали рисовать на стенах родных гротов. В Роуз-центре Земли и космоса в Нью-Йорке мы изобразили хронологию Вселенной в виде спирали, которая начинается с Большого Взрыва и раскручивается на протяжении 13,8 миллиарда лет. В развернутом виде эта спираль протянулась бы через целое футбольное поле. Каждый шаг вдоль нее равен 50 миллионов лет. Вы проходите ее целиком и спрашиваете. А где же мы? Вся наша история, которая началась триллион секунд назад и заканчивается сегодня, в каменных джунглях, населенных троглодитыми граффитистами, на этой шкале сравнимо с толщиной пряди человеческих волос. Вы думаете, что мы живем долго, что цивилизации существуют веками. Но только не в масштабах космоса. Что дальше? 1015. Это квадриллион, в метрической системе имеет префикс ПЕТА. Это одно из моих любимых чисел. На? И в земле обитают от одного до десяти квадриллионов муравьев, как считает эксперт-мермиколог А. Уилсон. Что дальше? 1018, квинтиллион, приставка в метрической системе, экса. Примерно столько песчинок лежит на десять больших пляжах. Самый известный пляж в мире, Капакабано в Рио-де-Жанейро. Он протянулся на 4,2 километра и имел 55 метров в ширину, пока его не раздвинули до 140 метров, досыпав туда 3,5 миллиона кубических метров песка. Средний размер песчинки на Капакабане на уровне моря составляет треть миллиметра. То есть в кубическом миллиметре 27 песчинок, а в 3,5 миллиона кубических метрах такого песка, около тысячи семнадцати песчинок. Итак, примерно на десять пляжах размером с Капакабану должен набраться квинтиллион песчинок. Умножив это число еще на тысячу, получаем тысячи двадцать один, секстиллион. Мы начинали с километров, потом дошли до мегафонов, гамбургеров из Макдоналдса, пещерных художников кроманьонцев, муравьев, песчинок и, наконец, прибыли сюда. Десять секстиллионов, это количество звезд в наблюдаемой части Вселенной. Есть люди, которые ежедневно заявляют, что мы одиноки в этом космосе. Они просто понятия не имеют о больших числах и о космосе. Позже мы подробнее расскажем, что такое наблюдаемая Вселенная, то есть часть Вселенной, которую мы можем видеть. А теперь позвольте перейти к значительно более крупным числам, гораздо больше секстиллиона, как на счет тысячи восемьдесят один. Насколько мне известно, у этого числа нет названия. Это количество атомов в наблюдаемой части Вселенной. Зачем вообще может понадобиться число еще крупнее? Что на Земле можно было бы им сосчитать? Поговорим о десяти тысячах с симпатичным круглом числе. Это Гугл. Не путать с Гугл, интернет-компанией, основатели которой специально написали слово Гугл с ошибками. В наблюдаемой части Вселенной нет таких объектов, в которых бы насчитывался целый Гугл. Это просто забавное число. Его можно записать как десять тысяч сто либо, если ваш компьютер не ставит верхних индексов, вот так. Десять целых сто тысячных. Но в некоторых ситуациях большие числа все-таки могут пригодиться. Например, если считать не предметы, а варианты событий, которые могут произойти. Сколько можно сыграть шахматных партий? Например, в партии можно объявить ничью в одном из следующих случаев. Либо при троекратном повторении позиции одним из игроков, либо после 50 ходов без взятия и движения пешек, либо когда исчерпан материал для дальнейшей борьбы и ни одна из сторон не может поставить мат сопернику. Если предположить, что как только такая ситуация складывается в партии, игрок должен воспользоваться правом свести все на ничью, то можно подсчитать количество возможных шахматных партий. Рич Готт так и сделал, и у него получилось несколько меньше десяти. Десять целых четыре десятых, четвертое. Это число значительно превосходит Google, который можно записать как десять. Десять. Второе. Если считать не предметы, а варианты развития событий, то можно получить очень большие числа. Но есть и число гораздо больше Google. Если Google, это единица со ста нулями, то сколько будет десять в степени Google? У этого числа также есть название. Googleplex. Это единица, за которой следует Google нулей. Можно ли хотя бы записать такое число? Нетушки. Ведь в нем Google нулей, а во Вселенной менее одного Google атомов. Придется удовлетвориться записью десять Google, или тысячи десять целых сто тысячных, или десять. Десять целых сто тысячных. Если, конечно, есть охота, можете записать тысячи девятнадцать нулей на каждом атоме во Вселенной. Но вы наверняка найдете занятие поинтереснее. Я рассказываю обо всем этом не для того, чтобы убить ваше время. Просто я знаю число еще больше, чем Googleplex. Яков Беккенштейн изобрел формулу, позволяющую оценить максимальное количество различных квантовых состояний, которые были бы сравнимы по массе с наблюдаемой частью Вселенной. Учитывая известное явление квантовой размытости, таким же будет и максимально возможное число наблюдаемых Вселенных, подобных нашей. Это число десять. Десять целых сто двадцать четыре тысячных, в нем тысяча двадцать четыре Googleplex нулей. Среди этих десять. Десять целых сто двадцать четыре тысячных, Вселенных попадаются самые разные, есть жуткие, переполненные черными дырами, а есть и почти такие же, как наши, только в такой Вселенной в некоторый момент у вашего двойника в носу может оказаться на одну молекулу кислорода меньше, чем здесь у вас, а у какого-то инопланетянина в космосе, на одну молекулу больше. Так что очень большие числа и в самом деле не лишены практической пользы. Я не представляю, для чего могут понадобиться числа еще больше выше описанного, но математики, конечно же, представляют. В одной теореме упоминается умопомрачительное число десять. Десять. Десять целых тридцать четыре сотых, которое называется число скьюза. Математики упиваются размышлениями, страшно далекими от физической реальности. Давайте побеседуем и о других вселенских крайностях. Например, о плотности. Вы, конечно, интуитивно понимаете, что такое плотность, но давайте поговорим о космической плотности. Для начала исследуем воздух, которым дышим. Си каждым кубическим сантиметром воздуха мы вдыхаем 2,5 на 1019 молекул, 78% азота и 21% кислорода. Пожалуй, плотность 2,5. 1019 молекул на кубический сантиметр выше, чем вы думали. Но давайте обсудим максимально чистый вакуум, который можно получить в лаборатории. Сегодня вполне удается снизить плотность до 100 молекул на кубический сантиметр. А межпланетное пространство? В солнечном ветре в районе земной орбиты содержится примерно 10 протонов на кубический сантиметр. Рассуждая здесь о плотности, я говорю о количестве молекул, атомов или свободных частиц, из которых состоит газ. Что насчет межзвездного пространства? Его плотность колеблется в зависимости от того, где вы очутились, но нередко встречаются области, где на кубический сантиметр приходится примерно один атом. Межгалактическое пространство гораздо разреженнее. Там всего один атом на кубический метр. Даже в лучших современных лабораториях невозможно получить столь чистые вакуумы. Существует старинная поговорка. Природа не терпит пустоты. Люди, которые ее придумали, всю жизнь провели на поверхности Земли. На самом деле, природа любит пустоту, поскольку большая часть Вселенной — это именно пустота. Говоря природа, многие имеют в виду всего лишь нашу окружающую среду, укрытую одеялом атмосферы. Атмосфера действительно сразу заполняет любые доступные пустоты. Допустим, я швырну куском мела в классную доску и подберу кусочек. Мел рассыпался в мельчайшую крошку. Предположим, каждая крошка имеет миллиметр в поперечнике. А теперь вообразим, что крошка — это протон. Знаете, какой атом устроен проще всех? Правильно, водород. У него в ядре один протон, и в обычном атоме водорода один электрон, вращающийся вокруг ядра по единственной орбитали. Если крошка мела, это протон, то какого размера будет атом водорода? Как пляжный мяч? Нет, он будет куда больше, примерно 100 метров в поперечнике, примерно как 30-этажное здание. А что происходит в атоме? Атомы практически пустые. Между ядром и единственным электроном нет никаких частиц, электрон носится по своей единственной орбитали, которая, как известно из квантовой механики, является шарообразной и со всех сторон окружает ядро. Углубимся дальше и дальше в микромир, пока не достигнем следующего предела, сущностей настолько мелких, что их невозможно измерить. Мы до сих пор не знаем диаметр электрона, измерить его мы не в состоянии. Однако теория суперструн предполагает, что электрон может напоминать вибрирующую струну длиной 1,6. 10,35 метра. Диаметр атома, около 10,10. 1,10 миллиардный, метра. А что насчет 10,12 или 10,13 метра? Известны некоторые объекты такого размера, например, уран всего с одним электроном или экзотическая разновидность водорода, по орбитали которого вращается не электрон, а мион, родственная электрону тяжелая частица. Такой объект, примерно в двухстах раз меньше обычного атома водорода, имеет период полураспада около 2,2 микросекунды, поскольку спонтанно распадается сам мион. Величины 10, 14 или 10-15 метров уже сопоставимы с размером атомного ядра. Пойдем в другую крайность, поговорим о более высоких плотностях. Например, солнце, оно плотное или не очень? Да, в недрах солнце довольно плотное. И чертовски горячее, но по краям оно гораздо более разреженное. В среднем солнце примерно в 1,4 раза плотнее воды. Плотность воды нам известно, 1 грамм на кубический сантиметр. В центре солнца плотность вещества составляет примерно 160 граммов на кубический сантиметр. Но в этом отношении солнце довольно заурядно. Мир звезд очень разнообразен. Некоторые из них чрезвычайно разбухают и становятся очень разреженными, другие коллапсируют, превращаясь в компактные и сверхплотные объекты. Давайте вновь поговорим о крошке мела, которую мы сравнили с протоном, и окружающей ее пустоте. Во Вселенной могут происходить процессы, при которых материя коллапсирует, плющится и сгущается, пока не достигает плотности атомного ядра. Получаются звезды, в которых атомные ядра тесно лежат бок о бок. Объекты с такими экзотическими свойствами состоят преимущественно из нейтронов, это и есть верхний предел плотности, известный во Вселенной. Мы, астрономы, привыкли называть объекты описательно, такими, какими мы их видим. Большие красные звезды — это красные гиганты. Маленькие белые звезды — это белые карлики. Когда звезда состоит из нейтронов, она называется нейтронной. Если звезда пульсирует, она называется пульсаром. В геологии, например, обычно длинные латинские названия. Доктор пишет рецепт какими-то закорючками, которые пациент не в состоянии разобрать, отправляет пациента к аптекарю, который понимает такую клинопись. Потом мы глотаем какое-то вещество с причудливой химической формулой. Самая известная биохимическая молекула называется двумя словами, в одном из которых 11 слогов — дезоксирибонуклеиновая кислота. Однако начало всего пространства, времени, материи и энергии, что существует в космосе, можно назвать всего двумя простыми словами. Большой взрыв. Наша наука немного сложная, ведь Вселенная довольно сурова. Нет никакого смысла плодить заковыристые названия, из-за них одна путаница. Дальше рассказывать. Во Вселенной есть места с такой сильной гравитацией, что даже свет не в состоянии оттуда улететь. Падаете туда и обратно не возвращаетесь. Это черная дыра. Опять же, два коротких слова, и все понятно. Извините, надо было выговориться. Какова плотность нейтронной звезды? Возьмем наперсток такого вещества. Раньше швея работала только вручную и надевала наперсток, чтобы не исколоть пальцы иголкой. Чтобы получить такую же плотность, как в нейтронной звезде, наловим 100 миллионов слонов и запихнем в этот наперсток. Иными словами, если положить на одну чашу весов 100 миллионов слонов, а на другую, наперсток вещества из нейтронной звезды, то они уравновесятся. Вот такое плотное вещество. Тяготение нейтронной звезды также очень велико. Насколько? Давайте призвездимся и проверим. Один из способов измерить силу гравитации, проверить, сколько энергии нужно, чтобы поднять что-либо. Чем сильнее гравитация, тем больше нужно энергии. Например, я трачу определенное количество энергии, чтобы подняться по лестнице, моих энергетических резервов на это вполне хватает. Но вообразите себе отвесную скалу высотой 20 тысяч километров на гипотетической гигантской планете, чья гравитация сравнима с земной. Представьте, сколько бы энергии вы потратили, чтобы вскарабкаться от подножия до вершины, преодолевая привычную земную силу тяжести. Нужно много энергии. Гораздо больше, чем имеется у вас в организме, когда вы стоите там, у подножия. Карабкаясь вверх, вам придется лопать энергетические батончики или другую высококалорийную пищу, которая быстро усваивается. Хорошо. Если вы полезете вверх с огромной скоростью, 100 метров в час, то окажетесь на вершине через 22 года, это если лезть круглосуточно. Столько же энергии вам бы понадобилось, чтобы поднять лист бумаги с поверхности нейтронной звезды. Вероятно, никакой жизни на нейтронных звездах нет. От одного протона на кубический сантиметр мы дошли до 100 миллионов слонов в наперстке. Что я еще забыл. Осталась температура. Обсудим, что такое жарко. Начнем с поверхности Солнца. Там примерно 6000 Кельвинов, 6000 Кель. При такой температуре любое вещество испарится. Поэтому Солнце состоит из газов. Для сравнения. Средняя температура на поверхности Земли, всего 287 копеек. Что насчет температуры в центре Солнца. Вы, вероятно, догадываетесь, что в недрах Солнце жарче, чем на поверхности. И на то есть веские причины, о чем будет рассказано далее в этой книге. Температура в центре Солнца, около 15 миллионов кельвинов. При такой жаре происходят удивительные вещи. Протоны носятся быстро. Как угорелые. Обычно два протона отталкиваются, поскольку обладают одинаковым. Положительным, зарядом. Но на достаточно высоких скоростях такое отталкивание преодолевается. Они могут достаточно сильно сблизиться, и тогда между ними возникает совершенно новое взаимодействие, не отталкивающая электростатическая сила, а сила притяжения, правда, исключительно короткодействующая. Если сблизить два протона на такое минимальное расстояние, то они прилепятся друг к другу. Мы называем такую силу сильным взаимодействием. Да, это официальный термин. Сильное ядерное взаимодействие может сцеплять протоны друг с другом, порождая таким образом новые элементы, например гелий, идущий в периодической системе сразу за водородом. Работа звезд, варить более тяжелые элементы, нежели те, из которых они родились. Этот процесс творится глубоко в звездных недрах. Подробнее мы поговорим об этом в главе 7. Теперь охладимся. Какова температура Вселенной? Да, у Вселенной есть остаточная температура, сохранившаяся со времен Большого Взрыва. Тогда, 13,8 миллиарда лет назад, все пространство, время, материя и энергия, которые мы наблюдаем в пределах 13,8 миллиарда световых лет вокруг, были скомканы вместе в одной точке. Новорожденная Вселенная была жарким, кипучим котлом с материей и энергией. С тех пор в результате космического расширения Вселенная остыла примерно до 2,7 кей. Сегодня она продолжает расширяться и остывать. Конечно, я вас не обрадую, но факты свидетельствуют о том, что Вселенная катится к финалу. Она родилась при Большом Взрыве и обречена на вечное расширение. Температура так и будет падать, достигнет сначала 2 кельвинов, потом кельвина, потом полкельвина и будет асимптотически стремиться к абсолютному нулю. В конце концов температура может остановиться на отметке около 7.10, 31 кей, в силу эффекта, открытого Стивеном Хокингом, об этом Рич расскажет в главе 24. Но этот факт ничуть не успокаивает. Звезды сожгут все свое ядерное топливо, угаснут одна за другой и исчезнут с небес. Естественно, в газопылевых облаках рождаются новые звезды, но запасы газа при этом истощаются. Вначале был газ, из него родились звезды, прошли свой жизненный цикл и превратились в огарки, конечные продукты звездной эволюции. В черные дыры, нейтронные звезды или белые карлики. Этот процесс продолжится, пока все огни в галактике не погаснут, один за другим. Во Вселенной стемнеет. Останутся лишь черные дыры, теплящиеся едва заметным светом, этот эффект, опять же спрогнозировал Стивен Хокинг. Так и закончится космос. Не взрыв, но всхлип. Задолго до этого Солнце станет расти. Вас к тому времени уже не будет, можете мне поверить. Когда Солнце станет умирать, в его недрах развернутся сложные теплофизические процессы, и в результате внешние слои Солнца начнут расширяться. Оно будет становиться все больше, 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 больше займет полнеба. Расширится до орбиты Меркурия, а затем до орбиты Венеры. Через 5 миллиардов лет Земля станет оплавленной головешкой, вращающейся почти около самой поверхности Солнца. Океаны превратятся в крутой кипяток, пока, наконец, полностью не испарятся. Атмосфера разогреется настолько, что вся до единой молекулы улетучатся в космос. Известная нам жизнь исчезнет, а затем спустя 7,6 миллиарда лет, под действием других сил прокаленная Земля по спирали устремится на Солнце и там испарится. Доброго дня! В этой главе я попытался помочь вам ощутить масштабы и величие тем, затрагиваемых в книге. Все, что я только что обозначил, в следующих главах будет описано гораздо подробнее. Добро пожаловать во Вселенную. Глава 2. От дневного и ночного неба к орбитам планет. Автор. Нил Дегрос Тайсон. В этой главе мы обсудим три тысячи лет из истории астрономии. Все, что происходило с древнейших времен. Эпоха Вавилона, примерно до 17 века нашей эры. Это не будет уроком истории, поскольку я не собираюсь подробно описывать, кто что первым придумал и кто что открыл. Я хочу, чтобы вы составили впечатление о том, что мы успели узнать за этот период. Все началось с того, что люди пытались постичь ночное небо. Вот Солнце. Рисунок 2. Первое. Нарисуем рядом с ним Землю. Масштаб не соблюдается ни в размерах двух тел, ни в расстоянии, здесь я просто хочу проиллюстрировать некоторые свойства системы Солнца, Земля. Вдали, конечно, изображены звезды на небе. Предположу, что на небе есть только звезды, светящиеся точки, расположенные на внутренней поверхности большой сферы. В таком случае будет проще описать некоторые другие вещи. Вероятно, вам известно, что Земля вращается вокруг своей оси и земная ось расположена под углом к околосолнечной орбите Земли. Угол наклона 23,5 градуса. Сколько времени уходит на один оборот Земли? Один день. А наоборот вокруг Солнца? Один год. 30 процентов опрошенных в США ответили на второй вопрос неверно. На самом деле, вращающийся объект в космосе достаточно стабилен, так что при орбитальном вращении его ориентация в пространстве не изменяется. Если переместить Землю вокруг Солнца из точки, соответствующей 21 июня, в точку, соответствующую 21 декабря, когда она окажется по другую сторону от Солнца. Эта ситуация показана на рисунке 2,1 справа, то ориентация земной оси не изменится. На протяжении всего пути вокруг Солнца